Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как видите, сегодняшних чтений из книги Деяния и из Евангелия от Иоанна, в это воскресенье мы вспоминаем о том, что евангельская весть уже переходит от израильского народа, от евреев, ко всем другим народам, к самарянам, к язычникам, грекам, которые населяли Антиохию. Это город на территории был современной Турции. И там впервые верующие в Иисуса стали называться христианами. Вот такой сегодня замечательный день. В прошлое воскресенье была неделя ослепо. Говорилось о проблеме беспомощности человека справиться с недугами за счет только природных сил. А Господь говорит ему, возьми постель, встань, возьми постель, иди в дом твой. И человек поверил в Слово и получил исцеление. В это воскресенье мы видим, что проблема неустроенности жизни вот этой самарянки, которая решается встречей со Христом Иисусом, с Мессией. И обратите внимание, что вот после Пасхи воскресные дни посвящены темам, которые как бы чередуются темы у мужчины, о женщине. Неделя о Фоме, затем неделя о женных мироносицах. Потом неделя о Расслабленном, в прошлое воскресенье. Нынешняя неделя о Самарянке. Следующее воскресенье – неделя о Слепом. То есть, и евангельские чтения пробуют в церкви, захватывают, уделяют, так сказать, внимание. И проблема мужчин, проблема женщин. Так что это для всех людей. Итак, сегодня неделя о Самаринене. И мы видим, что встреча со Христом охватывает все проблемы ее жизни и другие проблемы. Вражду между близкими народами – иудеями и самарянами. Хотя, в сущности, это один народ, 12 колен израилевых. Но случилось так, что Осирия завоевала северные, 10 колен переселила, потом они вернулись. Часто там поселились язычники, словно население было такое смешанное. И оставшиеся на юге колена Иуды и Вениамина, они как-то так с подозрением относились к галилеянам, к самарянам, считая их, как бы так сказать, не совсем евреями. И общение между ними было трудное. Но между тем, Иисус неоднократно переводит пример достойного поведения имела самарян. Вот как и в этом сегодняшнем чтении. И вот мы видим, как решает встреча со Христом, умеряет вражду между близкими народами. Но тут и к проблеме ее личной неустроенности. То, что она идет за водой в шестой час дня, то есть это по тому счету времени ровно в полдень, конечно, вещь необычная. Обычно все-таки женщины ходили с утра, но вероятно из-за ее такой непростой жизни, как мы сейчас сказали, она предпочитает ходить, когда никого нет. Даже в жару идти за водой, чтобы не подвергаться насмешкам и осуждению со стороны своих односельчанок. И возникает вопрос еще у нее, где поклоняться? И Господь говорит, что поклоняться не на том месте или на этом, вся земля Божия, а в духе истине. Ну, она на это отвечает, что когда-нибудь решатся все вопросы, когда придет местие. И, конечно, главная идея сегодняшнего чтения – это приготовление ко дню сошественного святого духа в день Пятидесятницы. Потому что речь идет о обсуждении о воде, о той простой воде, которую мы должны пить все время, и о воде, которая духовная – вода и дух. Вот эти две темы очень важны. Мы знаем, что они как бы перекрещиваются все время между собой, когда освящение воды великое, благодатью святого духа. Через эту воду мы освящаем помещения, предметы там и так далее. Это удивительное свойство воды, которая действительно и меняется ее структура в зависимости, где она находится, и то, что без нее нет жизни. Всякое живое только живет за счет воды. И вот здесь аналогия и со святым духом, что он проникает тоже в жизнь каждого живого существа, в том числе, конечно, и в особенности жизни людей. И вот эта тема уже затрагивалась в минувшую среду, было при половине Пятидесятницы, то есть половина времени до Дня Сошествия Святого Духа на апостолах и как бы раскрытия полноты Святой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух. И вот в минувшую среду, в День Преполовения, читалось Евангелие Таанов, в которых были такие строки. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, от того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сей сказал о Духе, который умели принять верующие в Него. «Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Вот Церковь нас готовит и в сегодняшнее воскресенье вот этой беседой в воде, такой вот реальной физической воде, и в воде как благодатья Святаго Духа. Господь и говорит об этом в Самарянке, что Он дает эту воду. А вот тот текст, который я сейчас вам напомнил, это Господь говорил в праздник Кущи. Это праздник, который был осенью совершается в конце сентября, начале октября. И праздник, который евреи вспоминают странствами по пустыне, в воспоминаниях об этом живут в шалашах, как бы времени на такие жилища. И в этот праздник Кущи говорится о том, что все народы будут собираться, чтобы засвидетельствовать, что Сам Господь является источником всех обильных благословений, которые мы наслаждаемся, и не только материальных, так сказать, бытовых, но и благодать Святаго Духа. Поэтому Иисус и говорит этой простой женщине о самом сложном, когда она спрашивает, где же поклоняться все-таки, где правильно, там или там, он говорит ей удивительные слова, важные для того, не только для нее, но и для всех нас. Поверь мне, что наступает время, когда ни на Горисии и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настает время, и настало уже, потому что Сам Господь пришел, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. И вот таких поклонников Отец ищет в Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Но ее недоумение, как это может быть, он говорит ей о самой главной этой простой женщине, что Он тот Христос, которого она только ожидает, Мессия. Эта простая женщина становится неожиданно апостолом для своего селения. Идет в селение, где к ней относятся как-то презрительно, и говорит им о Христе. Не он ли Христос? Посмотрите. И в самом деле они поверили ей, и заканчиваются словами о том, что они ей уже говорят, что мы не только по твоим словам, но и сами остались, вот говорили с Ним, что Он воистину Христос. И вот так наступает примирение, и к ней уже совершенно иначе относятся ее односельчане. Вот для нас это все очень важно, потому что нам говорится о какой-то особой пище. Еще между этими эпизодами говорится о том, что пришли ученики, принесли еду, рови ешь, а Он им говорит, что у меня есть пища, которую вы еще не знаете. Творить волю, пославши меня, и совершить дело Его. И вот подобно этой самарянке, подобно ученикам, эта пища ожидает и каждого из нас. Что каждый из нас, живя по Евангелию, живя по Слову Божию, тоже получает вот эту духовную пищу, которую укрепляет и не только наш дух, но и наше тело, и наполняет нас содержанием нашу жизнь. Что самые простые вещи, которые кому-то нужны, они могут наполнять нашу жизнь радостью и счастьем. А все это приходит через встречу со Христом, который нам дает благодать Святого Духа. Аминь. Спасибо.